И в продолжении дорожной тематики. Сегодня на очередном заседании в Волгоградской областной думы депутаты в первом чтении одобрили законопроект о возрождении дорожного фонда. Кроме того, парламентарии рассмотрели и возможность появления на трассах региона платных автостоянок. Все подробности у Станислава Лопатина. Появление платных парковок на крупных автомагистралях требованием федерального законодательства. В связи с этим областные власти предложили депутатам внести соответствующие изменения на региональном уровне. Не все народные избранники одобрительно отнеслись к этому, высказав опасение, что платные стоянки будут расти как грибы. А у водителей не останется альтернативы, как припарковываться только за деньги. Любой съезд дороги может быть превращен соответствующим решением органов нашей государственной власти Волгоградской области в платную парковку и в платные вот эти парковочные места. Вице-губернатор Юрий Ковль пояснил, что никто не собирается массово делать платные стоянки вдоль всей трассы. К тому же на их оборудование и обслуживание понадобятся немалые средства. Осуществование парковок возможно при оказании комплекса услуг. Но там, где будут предоставлены определенные услуги, то в принципе такое право вполне может быть. Где эта парковка будет оборудована соответствующим возможностью отбора, охраны, вывоз мусора. Все это требует определенных затрат. И для того, чтобы эти затраты покрывать, собственно говоря, такие парковки возможны и будут организовываться. В итоге изменения были одобрены. При этом учтено, что деньги от эксплуатации парковок, как и транспортные налоги и акцизы на топливо, могли бы перечисляться в региональный дорожный фонд. Вопрос о создании которого также был рассмотрен на заседании Думы. Как считают авторы законопроекта, собираемые средства должны расходоваться только на ремонт и строительство дорог. Тогда сумма, выделяемая на эти цель, сможет вырасти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и составить более 7 миллиардов рублей. Администрация области, наконец-то, не имеет права будет даже забирать эти средства, даже если они будут неосвоены. То есть они будут переходящие на будущий год. Поэтому эти деньги окрашены, они будут направлены именно на строительство, именно на реконструкцию, на ремонт, на задержание дорог. И я думаю, что если такие темпы у нас будут, то в пределах 7-10 лет мы наконец-то наведем порядок в дорожном хозяйстве на территории Волгоградской области. Депутаты большинством голосов поддержали законопроект о дорожном фонде Волгоградской области в первом чтении. Ожидается, что в ближайшее время он будет принят уже окончательно. Станислав Лопатин, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».